В округе провели конференцию по адаптивной физической культуре. Её участниками стали врачи разных специальностей, психологи, спортивные тренеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Тему продолжит Богдан Колесников. Цель встречи – помочь людям с болезнью Паркинсона найти новые возможности жить с радостью и оптимизмом. Наталье Марковой поставили этот неутешительный диагноз полтора года назад. Люди с таким заболеванием часто ведут замкнутый и малоподвижный образ жизни. Наталья прислушалась к рекомендациям врачей и ежедневно стала выполнять физические упражнения. Занятие спортом при болезни Паркинсона – это очень важно. Если я не занимаюсь, меня, конечно, сковывает очень сильно. Поэтому занятия именно спортом, любым видом спорта, лучше скандинавская ходьба, тот же настольный теннис, они благотворно влияют, как бы сохранить качество жизни. В марте Наталья Маркова участвовала в первых всероссийских играх Паркинсона, которые проходили в Санкт-Петербурге. И домой вернулась с победой. Там я стала абсолютным чемпионом по броскам в кольцо среди мужчин и женщин. Также в дартс заняла первое место. И третье место – настольный теннис. Физкультурно-оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов «Надежда» посещают более 150 люберчан. Руководство клуба и Люберецкий спорткомитет готовы проводить соревнования для людей с болезнью Паркинсона. Но нет команды, ведь большинство из них стараются быть в тени. Эти люди, как правило, бывают замкнутыми. Всколыхнуть общественность и помочь этим людям вести нормальный образ жизни и не потеряться в нашей среде. Чтобы они были вооружены, чтобы они были услышаны, чтобы им оказывалась помощь от всех организаций, которые задействованы в этом. В России проживают около 300 тысяч людей с болезнью Паркинсона. И они должны жить полноценной жизнью. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.